вот не забываем полайкать эфир потому что мы уже какой эфир забываем вообще об этом говорить подписываться на наши спонсорские всякие вещи на ютюбовскую на патреон я вставил патреон кусы потому что я думаю куса вас будет радовать теперь регулярно вот и давай запускайте или вот и сейчас мы сейчас мы будем дальше продолжать я хотел сказать еще что почему так много людей могут смотреть прямо сейчас на хорошем уровне внимания потому что людей это беспокоит эта история запорожская тонн электростанции прямо вплоть до туда дует ветер да вот люди просыпаются очень ближе они находятся к запорожью они вот прям типа откуда ветер с юга или типа несу конечно это очень беспокоит людей потому такое внимание привет привет ну что друзья мы запускаем наш анонсированный проект анти швец шучу вот назвали его название родили буквально в 5 секунд я сказал давай назовем его контекст контекст с ильей кусай вот потому что мы будем теперь каждый четверг в 1900 илья будет давать такой мониторинг западных медиа и не только западных за за неделю да потому что мы хотим показать что мы хотим показывать что что на самом деле актуально для наших партнеров для наших соседей вот как они оценивают там свои перспективы что для них важно там и так далее так далее и давать это в том числе в привязке к украинск к украине к украинским процессам к войне с россией для того чтобы вы видели условно говоря какие у них есть приоритеты в тех же самых соединенных штатах и где мы в этих приоритетах какое место занимаем как нас оценивают для того чтобы вы лучше понимали что нам ожидать потому что очень многие наши соотечественники они искренне думают что ну вот украина она сейчас центр вселенной из-за войны там да и и и соответственно есть соответствующие ожидания вот мы на этот счет будем давать вам соответствующий ликбез соответствующее понимание и или здесь уже по ходу делать да и по ходу будем делать выводы мерзкие к традиционно которые вас не всегда будут рады чаще всего не будут вас радовать будем говорить откровенно но вы же как бы приходите для того чтобы вот вот эту ауру распада понюхать услышать проблем как бы там да а мы как опытные проблемологи мы вас к этим проблемам подводим разъясняем стервятников ты описал на самом же деле что мы хотим чтобы первых люди понимали какие настроения других странах которые для нас важны правда то есть это же вот номер один как бы история а там дальше люди и сами могут делать выводы они могут наши выводы слушать могут не слушать правда но знать то надо ну давай поехали полайкайте эфир прежде чем начнем вот давайте поднимите вовлеченность потому что один лайк это 10 человек которые не видели кусу не видели меня не имели несчастье видеть колю и давай поехали я специально брал сми которая стран которые нам важны то есть я отсек всякие там я не брал вот я на этот раз я не знаю если надо может вот зрители скажут там турецкие арабские там брать можно конечно мужик нужно это мы просто выделить дам просто если мы уже говорим о том что мы будем делать мерзкие уходы только было всего надо дозированно давать такую информацию раз в месяц я думаю мы будем брать не только западные там смея допустим арабские турецкие можно я просто жду я я вообще я как бы много читаю поэтому в принципе я могу примерно сказать что творится там в условной аль джазирия или еще где-то но я специально брал именно западные в основном потому и основные такие ведущие которые у нас везде читают просто просто чтобы показать что во первых у нас не читают их как надо да во вторых что ну очень важно вот в тех странах которые нам для нас сейчас союзники этажками значит вот я взял значит топовые темы в ведущих западных сми какие западные сми брали в вашингтон пост нью-йорк таймс политику the american conservative там пи-би-си таймс ну такую если брать его здесь здесь в основном я даже я даже больше сразу скажу честно я даже больше американские смотрел просто чтобы интересно было именно повестку штатовскую мы с нее можем начать сюда топовые темы то есть это как это по которым больше было трех материалов за неделю то есть вот каждый день на х заходишь и там обязательно значит первая топ тема обыски фбр в резиденции дональда трампа каждый день материал стабильно в вашингтон пост нью-йорк причем ну да там пара по разному то есть где-то повторяют материалы где-то там же каждый день появляются какие-то новые подробности сначала были материалы о том что ну в основном по вот этим конфискованным документам что за документы что сейчас там показалось что там кто-то их пытался где-то прятать не прятать адвокатов трампа обвиняют в том что они препятствуют правосудию ну то есть внутренняя повестка полностью вторая тема администрация байдена запросила у конгресса миллиард на для помощи тайваню так как ни странно вот из внешней политики вообще это редкость я сразу скажу для американские информационной повестки когда внешне политическая тема она выстреливает опять же для тех кто не знает вообще американцы не живут внешней политикой от слова совсем но тут вот я думаю это связано с тем что но сейчас повышенный интерес к китаю к тайваню из-за того что не произошло во время визита пелоси ну и плюс в контексте украины в том числе что администрация сейчас пытается запросить у конгресса больше миллиарда долларов на военные поставки в основном на она тайвань и понятное дело что опять опять все это в контекст ставится противоречит китаю скорого съезда партии в китае который должен как раз осенью пройти и тут опять вот поднимается вопрос тайваня будущего китайско-американских отношений и так далее но смотри здесь интересен еще один момент что всего лишь миллиард вот как наш коррупционер размещает как бы размышляет надо у нас же как бы думаю что ну что такое для америки миллиард вот ну что на этом богатая страна могут там или 100 миллиардов датами или 750 миллиардов лугана приехали вы да положь мы хотим 750 миллиардов вот а тут миллиард долларов для тайваня и уже уже буча как бы в американских интересно что кстати да вот путь чего американских сми как раз эта новость она вызвала частично интересные дискуссии по поводу того вот действительно часть начали задают особенно ну критики байдена начали задавать вопрос о чем миллиард украине вы даете там четыре десять сорок миллиардов а почему тайваню миллиард ну вот вот в таком ключе то есть это это интересно это опять же вот такие вопросы они действительно вот которые мы сша вопрос приоритетов на самом деле то есть это вопрос приоритета потому что таивань очень важен для штатов и соответственно внутри дискуссии вот это внутриполитическая дискуссия штатах она по поводу того что мы является большим приоритетом тайвань да потому что для кого-то для многих американцам и представитель американской лита прежде всего тайвань может быть большим приоритетом чем му Tree да республиканцев по лишь публика цен가락 означена они как раз сами они первые педалирует тему того что китай важнее китай больший враг противник соединенных штатов стратегичный вообще как стратегические вообще-то украина это хорошо но давайте мол мы тоже будем общину надо сказать конечно я со своей стороны скажу что миллиард на самом деле почему ну почему-то мне десятки миллиардов но во первых потому что в последнее время администрация байдена сама по себе но немножко как будто по утихла с вот этими вот вот миллиардами которые ну потому что конгресс когда с конгрессом сложнее договариваться выборы приближаются выборы приближаются во первых во вторых внутренние противоречия обостряются на которые тоже все говорят надо выделять деньги плюс последнее я напомню последняя попытка когда штаты выделяли нам деньги это был вот этот тот самый закон вот то 40 миллиардов но из них мы восемь на нас на самом деле выделили все 40 это были связаны с ситуацией вокруг украины но вот вы же помните тогда его 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 приняли но был вот этот момент когда его заблокировали непонятная была ситуация это был сигнал байдену что мол не надо слишком сильно тут наседать на конгресс и поэтому ну то есть вот из-за этого и ну и плюс надо сказать у тайна тайване стоит достаточно серьезное вооружение уже то есть там серьезная вообще система и противоракетной обороны и пво поэтому ну как бы им столько как нам ну то есть не на плюс они сами по себе страна богатая профицитная по моему насколько я помню у них есть деньги вот то есть они сами могут себя профинансировать тут просто вопрос времени чему готовятся штаты если вопрос если вторжение китая там условно будет ближайшее время то конечно тогда нужно быстрее поставлять оружие если они понимают что это сейчас мало вероятно то соответственно можно растянуть тогда как украина требует здесь и сейчас и требую и просят каждый день чтобы и помогла нашим мы не заменяем традиции и того значит тема номер один касается внутренней повестки штатов тема номер два фактически касается размышления о приоритетах внешней политики штатов и опять же ресурсных приоритетных третья тема смерть михаила горбачева ну это было ожидаемо то есть о нем больше написали даже если так не меньше написали на западе чем в россии я не пишу у нас потому что нас немного написали на самом деле я имею ввиду материалов именно новостных или аналитических там про очень много материалов вышло в стиле михаил горбачев кто он в таком ключе это видимо для на для тех кто не в курсе да там и ну понятное дело что на западе его фигура больше положительная почти культовая да то есть это вот этот тем и последняя тема это успех и сирены уильямс американские теннисистки до каждый день это вот она вот новости у ней конечно могут по конкурировать с новостями о трампе каждый день новости ну то сейчас печать сейчас как бы соревнования и понятно то есть все следят за этим вот вам это по сути вот я нас четыре темы это топ давай трампу проговорим насколько вообще там ситуация угрожающая чем она пишет все демо она ведет что как используется я для просто сейчас открыл сена читаю в украинском переводе в машинном просто да это все и я вижу там достаточно так она основательно анализируются и прям огромное количество всяких сюжетных поворотов там трамп собственных юристов игнорируют какая-то куча всяких проблем я честно я не вдавался в эти все подробности потому что это настолько во первых во первых очень сложно понять что происходит учитывая полярность вообще мнение сейчас то есть сена и почитать одно fox news вообще другое сути суть как бы состоит в том что в резиденции трампа во флориде в мара лагу провели обыски фбр-овцы соответственно и изъяли некие документы но изначально они не сказали какие вернее сказали некие документы сразу встал вопрос что за документы да насколько это серьезно начали копать и появляться разные версии значит кто-то сказал что это сверх секретные документы которые трамп чуть ли не украл из белого дома потом началась появилась версия что это на самом деле документы которые там ему и он их забрался он имел право их забрать с собой то есть они никакой там тайны государственной не выдают сейчас начали уже бить по тропа трампу с опять уже знакомой как бы темой препятствие правосудия что его адвокаты пытались воспрепятствовать обыском и в частности сейчас в этом обвиняют его адвокатов кристину боб и его на коркор она и начинается вот вокруг них сейчас история отдельная я как прошлый раз я говорил у нас был вот на прошлой неделе с вами разговор я повторю что с моей точки зрения вот то что я вижу по крайней мере мое впечатление эти обыски они только усилили его имиджи позиции потому что они опять привлекли к нему внимание он получил возможность критиковать администрацию за политические преследования республиканцы опять получили возможность еще и перед выборами как бы рассказать о том как их там притесняют и как все плохо ей и так далее и поэтому с моей точки зрения эта история больше сработает ему в пользу но ему и республиканцам сторонниками зала вот вот это как бы то что я без относительно того чем это закончится я даже сейчас вот вот вчера читал встречал там доходят до разговора до того арестуют ли трампа самого уже лично но я думаю нет но все равно ему по сути будет это выгодно как части республикан если его задержат да я думаю это будет еще хуже байдену и лучше трампу но это вот тот случай когда ну просто ну просто потому что у него сильная до сих пор сильные позиции то есть я не знаю там в процентном соотношении ну процентов 40 точно у него еще есть рейтинг то есть действительно очень много у него он доставан он один из самых популярных республиканских политиков надо не получается что я слышал информацию такую что в праймерис на округах именно трамписты кандидаты побеждают других республиканцев как не везде на в большинстве в последнее праймер из дабы последний праймерис вайоминге там победил кандидат именно ты который получил поддержку трампа то есть вот были промежуточные выборы на аляске там победила демократ ка и это прям вот это тоже была там но этот последний вот день вот вчера очень много было новостей на про демократии про в общем про байденовских сми я не знаю как это правильно написали просто об этом ну что ты порядка редкая то есть они сами присущены редкости жду вот но ну то есть в целом это эта история с обысками она сработает ему в пользу он как умелый популист конечно знает как это все использовать поэтому но на на лицо абсолютная ну это нормально с какой-то смысле в каком-то смысле до одержимость американ информационным пространством штатов своей внутренней вот этой историей удивительно в общем да у нас я же говорю это нормально с одной стороны с другой стороны просто для нас это может быть да вот такой неприятный вывод потому что мы считаем что мы в центре вселенной мы не в центре все вот как вот может быть кто-то заметил что в этих эти топ темы тут нет украины естественно нет украины хотя материалы они были мы сейчас к этому придавой другие темы о которых писали тоже западные сми я их тоже отметил это не больше одного материала в день но они были то есть такие именно темы то есть там были статьи развернутые с комментариями то есть не просто заголовок значит аномальная жара в штатах это вашингтон пост вот например бейсбольная коллекционная карточка продана за рекордные 12 половиной миллионов долларов это реально очень важно как бы с точки зрения комиссия да опять же культурные войны очень важная тема в штатах вот там очень большой скандал вызвала вот эта история про то там культурная комиссия или историческая комиссия в штатах захотелось чтобы академия вост-пойнт это военная академия очень престижная в штатах лишила генерала роберта ли всех почетных званий генерал роберт ли это один из военачальников время гражданской войны в сша от южан очень прям очень важная фигура но он как бы же вот эта вся история опять опять вызвала вот эту всю напряжение и опять встала став стала частью в внутренней повестке потому что выборы потому что все эти культурные момент они же не были решены решены при байдене после событий 6 января объявление новых бустеров для вакцинации это все еще тема в штатах то есть как к виду и многие за этим следят какие из возможные изменения в руководстве демпартии после выборов но это размышления на тему там сейчас как бы одна тоже из тем которая обсуждается во внутренней повестке штатов что руководство обеих партий ну и вообще в целом элиты правящие стареют и ну это уже такая тоже поколение старшее которое должно скоро уходить то есть тут там и нэнси пелоси чак шумер например ну сам джо байден то есть это главные по сути лица демпартии и они уже далеко они уже в возрасте до 8 джо байдером будут уже в цену и да и не могли вас не было и поэтому сейчас много появляется размышлений о том какие могут быть новые лица то есть кто от молодых поколений может выйти там и вот засиять так сказать в демпартии я скажу что уверенности меньше чем у республиканцев то что молодых республиканских звезд и звезды есть то есть даже такие которых называют прям вот вторыми вот после трампа например губернатор флориды рональд десантис он один из прям топов то есть даже пишут что если трамп не будет баллотироваться то вот у него все шансы он же по-моему баллотировался он пытался праймерис по моему да если я не ошибаюсь на это надо кстати проверить ну и немножко было материалов про внешнюю политику то есть как мы видим вот я об этом всегда говорил вот это просто подтверждается что внешняя политика она всегда идет во втором во втором эшелоне новостей то есть это вот кризис в ираке понятно то что там творилось и бы была история про выборы в италии один материал скандал в греции сейчас в греции это но если брать грецию эту топ тема в греции это то что называют греческим уотергейтом там есть оппозиционная социалистическая партия пасок и оказалось что правящие правительство их прослушивала незаконно и это вскрылась и сейчас ну как почему уотергейт потому что очень похоже на то что было с никсона в штатах и не очень позабавило я честно говоря сам не знал но в польше вот этот трактор гейт в польше это очень это очень украинская история растерги интересно был скандал со свадьбой замминистра сельского хозяйства польши уже смешно да он там было 750 людей еще больше свеча и министра юстиции замминистром телевизористов короче все туда приехали все элиты почти все и и в общем на какой-то ферме то есть или в куршевеле это все бы нет но у нее в монако не не ну не не так да и все-таки скромнее но тем не менее то есть было чрезмерно шикарная по меркам поляков свадьба на фоне инфляции шлигу всех этих проблем где было снято промо-видео странное и с трактором короче то есть на свадьбу приехал тут представь себе вот 750 людей все красиво вот как лучших там традициях высшего европейского общества и тут въезжает трактор 340 лошадиных сил стоимостью с какой-то все 320 тысяч евро и даже выписал себе с бантом и домовые домовые шашки такие горят значит и этот трактор и хозяин местной фирмы которая производит эти тракторы значит слезает с нему и вот молодоженом дарит ключи и говорит вот у хорошего урожая и хорошей вам жизнь ну из лога там на этих шариков этой компании никто не понял то есть все решили что это коррупция начался скандал еще до окончания мероприятия некоторые высокопоставленные лица начали оттуда уезжать и понимает что как бы пахнет жареным при этом медиа все как бы прям вот вот ближайся это все это же не пробу видео сняли то есть я так понимаю но из-за этого быстро как бы улетела информация об этом и поляки не отсадили конечно и вот свадьба получилось не очень удачно и ну молодоженом счастья не будет в общем ну то есть но это вот такая тест из таких историй которые одним посвятили внимание то есть это то что нам нужно тоже понимать если говорить по украине по темам по поводу украины значит я ну сразу говорю что ключевая тема это вокруг запорожской атомной электростанции понятно то есть ядерная безопасность это то что бы всех интересовало было много новостных материалов как раз вашингтон пост политику особенно про миссию магатэ которая поехала в запорожье они отслеживают как у всех есть этот life feed там где отслеживают где эта миссия сколько шагов она совершила на каком компакт посту они стоят в общем и было несколько интересных материалов посвященных этой теме в частности вот была колонка вы политику была колонка бывшего американского адмирала джеймса ставридиса который написал что вообще я заметил там было несколько материалов и они все в принципе одинаково звучат то есть сначала идет первая часть это про то что почему россия контролирует запорожскую атомную электростанцию с не объясняют аудитории западной что они контролируют ее по трем причинам что первое это убежище для российских войск где они могут стоять и по ним не будут стрелять потому что ядерная безопасность второе что они хотят отключить в итоге западной это за с от украинской энергосети и 3 этажа это инструмент шантажа в принципе да мы тут все согласны и они дальше очень много обычно тоже по так папа как бы схеме вспоминают чернобыль фукусиму проводят параллели объясняя почему это плохо и почему это все очень очень страшно и но ставридис предлагает вот три пункта как решить эту проблему первое он предлагает что международное сообщество должно настаивать как он пишет на инспекционной миссии на станцию то что мы видим сейчас по идее пункт номер один но выполнен второе демилитаризировать территорию за с и передать ее под контроль оон и сотрудников магатэ ну сейчас я к этому приду и перевести и и логистическую поддержку чтобы саму чтобы саму эксплуатацию станции занималась третья сторона который имеет опыт он предлагает индию то есть индия которая типа имеет 20 ядерных реакторов они имеют опыт и знания знают как этим всем вот ну а получают кто энергию украина что ли он не на украина но он имеет немножко видео да ну получается что он имеет ввиду что вот кто будет поддерживать работоспособность станции чтобы это мол если не россия и украина то ну понятно третья сторона нейтрально это индия потому что сотрудники магатэ они не могут этим заниматься и тут наверное мне надо сказать потому что я заметил у нас вообще не понимают что такое магатэ и у нас очень много ли заметил вас больших ожиданий связи с тем что эта организация типа что-то может сделать я должен напомнить что магатэ вообще никогда не занималась управлением атомных электростанций то есть вообще не их то есть они занимались верификацией ядерных программ то есть они они следили у них были и все процедуры все документы которые в уставе организации все она вообще создавалась в пятьдесят седьмом году для того чтобы инспектировать чтобы ну как бы атом использовался в мирных целях в разных странах где было подозрение что могут использоваться в целях разработки ядерного оружия то есть они для них вот эта ситуация с запорожьем она беспрецедентная никогда такого не было чтобы запорожь действующая атомная электростанция переходила из рук в руки в результате оккупации и находилась в цепи центре боевых действий поэтому все что они сейчас делают нам это нужно очень четко понимать для них это впервые никогда такого не делал бы подумать что можно загнать грады под реактор поставить оттуда стрелять до запорожью или еще куда-то или по никополю как они и поэтому и тем более они не занимаются тем чтобы там вытеснять как чьи-то силы откуда то то есть они не могут приехать и сказать там уходи уходить не честно понятно но не просто я заметил мне показалось что у нас так и думали что вот магатэ и он сейчас что-то что-то должны сделать что какую-то магию совершить и михаил шустер который был перед тобой же как раз это рассказывал что в махатэ большое влияние русских вот потому что они ключевые один из ключевых точнее это самый большой там спонсор этой организации дает на ее поддержку деньги вот ну и соответственно это да ты второй спонсор да ну и соответственно эта организация тоже находится под влиянием как вы бы светом еще где-то там да вот там где русские спонсируют то это определяет в том числе их политику в какой-то степени но это даже не важно потому что даже если бы там русские все бы контролировали они но она это эта организация не может решить этот вопрос они не могут и тем более они никак не могут решить вопрос демилитаризации но в принципе здесь то что пишет ставриги сда это наверное самый оптимальный вариант ну ну-то 7 лету один вариант оптимальные это военным путем просто вытеснить русских со станции но это конечно опять же это тоже рискованную ждал как данную операцию проводить не рискуя чтобы ну в общем и второй вариант демилитаризация но опять же здесь это вопрос контроля и доступа то есть итак вопрос компромисса мы опять выходим на непопулярную тему компромисса с россией то есть мол давайте они в принципе в каком-то ну я не верю что они пойдут на такой компромисс но демилитаризация это о договоре это не о военных действиях силовой демилитаризации я я не верю ну и третий пункт по его мнению надо надавить на россию глобальными вторичными энергетическими санкциями что это значит это значит что запад должен вводить санкции против всех покупок покупает российский энергоноситель с моей точки зрения это нереально на данный момент может это значит что надо вводить санкции против турции саудовской аравии индии китая но я не думаю что это сейчас реально вот и он предлагает вернуться к идее нато бесполетной зоне над запорожской атомной электростанции но здесь мне кажется он противоречит сам себе потому что демилитаризация под контролем он она не может она не может проходить под контроль с участием на так как фактически стороны конфликта ну как не прямые стороны конфликта но это как бы не нейтральная сторонами лучше томна там должно принимать какое-то участие и он он сам по демилитаризации не он просто он просто в одном абзаце и говорит что нужно демилитаризировать а в третьих нато должно обеспечить бесполета зону до дзей то есть это немножко то есть либо так либо так тут же не получена добывало если там поставит 3-4 как бутарей на самсунг то то принципе это беспráли кто зона будет учениться понятно но я же ее что это просто все равно немножко это разные механизмы то есть Если ООН привлекать, то идти по всей этой схеме, компромиссной схеме, то там не должно быть ни НАТО, ни британцев, ни американцев, ни русских вообще. Поэтому это такой момент. Была еще колонка Дэвида Сенгера, известный журналист, он из Пула Белого дома, то есть он именно в Пуле Белого дома, очень много лет работает в Вашингтоне. Тоже очень похожая статья о том, что русские контролируют атомную электростанцию, он там проводит. И опять же, он как раз тут пишет очень много про то, что это новая ситуация. Но мне показалось интересным, он там давал ссылку на Джона Кирби, который является директором по стратегическим коммуникациям Белого дома, о том, что когда его спросили, кто обстреливает АЭС, то он не смог сказать. То есть он как-то ушел от ответа. Это интересно, с точки зрения позиций штатов. Я действительно посмотрел, я не слышал от них каких-то четких заявлений о том, что россияне или Украина, или еще кто-то обстреливает АЭС. Тут они как-то по-никак-то эту тему... Зачем ему это говорить? Они занимают позицию другую, что типа, вот если россияне оккупировали эту территорию, значит они несут полную ответственность. Нет, это да. Поэтому как бы... Но они и это не говорят. То есть ключевые... Ну, такие заявления были. Я не знаю. Я не знаю. Михаил Шустер вот был, он говорил, и приводил убедительные аргументы. Кстати, Закревский тоже, когда у нас был, со специалистами он переговаривал, то они тоже говорили о том, что проще отключить ее, чем иметь под боком постоянный источник угрозы. Потому что если они вовремя не охладят эти два реактора, то будет цигель-цигель. Ну, вот по мнению, вот в этой колонке и в предыдущей оба раза я заметил вот, что такой вот месседж, что, мол, а это неинтересно в Украине. Ну, то есть в таком ключе, что типа отключить это хорошо, но согласится ли Украина? Ну, вот 7 дней назад, неделю назад, ровно получается, была публикация на Голосе Америки. Прямо сегодня я видел, когда Шустер говорил. Госдеп. Попытки отключить ЗАЭС от украинской энергосистемы неприемлемы. То есть они вот прям вот так заявили, что... То есть это Госдепартамент, Белый дом, вот, судя по всему, занимает или занимал другую позицию... Ну, смотри, это две разные все-таки попытки отключить от энергосистемы Украины и попытки отключить атомную электростанцию, в принципе, это две разные позиции. Потому что попытка отключить от энергосистемы, это значит установить контроль над станцией, потому что до того, как наши взорвали ЛЭПы, которые шли на Крым, там была такая угроза, что они переключат, запятают ее от Крыма и дальше смогут ее использовать, смогут питать Крым, смогут питать южные районы России там и так далее, и так далее, и так далее. Вот, поэтому Госдеп как раз, вот, и не только Госдеп, наши тоже этот отчет много говорил. Вот, вот, отключить это, это позиция по поводу того, чтобы снять вообще угрозу со стороны русских, шантажировать постоянно Украину и Запад, вот, возможной аварией на электростанцию. Это, ну, поэтому это две разные позиции. Вторая, те... Подожди, подожди, по лайкаем, я вижу, что есть те, кто халтурят, вот уже больше тысячи смотрят нас, но по-прежнему есть люди, которые халтурят, боятся лайкать, они почему-то стесняются, не знаю, чего они стесняются. Мне кажется, что у нас достаточно интересный эфир, чтобы больше людей его смотрели. Это правда. Переходим ко второй теме, то по Украине. Значит, это активизация боевых действий на Херсонском направлении, ну, это было, опять же, ожидаемо, что об этом будут писать. Что я для себя отметил? Первое, в первый день все были, все не были уверены, как это называть. Ну, из-за заявлений, в основном, с нашей стороны, когда, ну, пошли заявления, там, от Михаила подалека, еще от кого-то, что, мол, там, от Наталии Гуменюк, да, что, вот, там, надо информационная тишина, ну, вот, в таком ключе, и на Западе, ну, сначала было, вот, такие вот были материалы, вот, я тут цитирую Вашингтон пост, я читал такую статью, где автор ссылается на анонимный источник в американских военных кругах, который, точнее, на анонимный источник в украинских кругах, который ему говорит, что контрнаступление, это слишком сильное слово, это просто обычная операция. Это первый день. И ссылается на другой анонимный американский уже источник, то есть в Штатах, который ему, автору сказал, что они что, проводят наступление? Я думаю, что да. Но является ли это контрнаступлением? Я не знаю, я не понял эту цитату, если честно, но это как бы вот то, что, то есть, они... Они применяют термин контрнаступление в качестве огромной операции на всей линии фронта. Ну, он не уточняет, но я, я, я вот, наверное, да, вот, наверное, потому что я читал... Бежали с криками «Ура!» везде отвоевываются. Да, ну, вот мне, мне вот по такой статье, мне показалось, они сначала не поняли, то есть, как это называть и стоит ли. Но потом, вот со второго дня пошел вал материалов по... где все по полной... то есть, называли это все контрнаступление, то есть, очень серьезно, как бы, описывали это все. То есть, вот, вот, был там материал, который был, назывался «Украина имеет шанс вернуть территории» со ссылкой на два анонимных источника в Пентагоне, где такой материал достаточно оптимистичный про то, что Украина вывела из строя большую часть мостов на юге, там, с помощью американских арсозои, это подчеркивается. Значит, плюс цитата там Джона Кирби, который... опять они на него ссылаются, говорят, что он там избегает комментирования этой темы и, там, каких-то терминов употреблять. То есть, очень много было материалов, и я заметил, то есть, между ними все, вот, одно есть общее, везде идет упор, то есть, месседжер основной такой, что Штаты поддерживают то, что происходит. То есть, они поддерживают, они в этом вовлечены, были на этапе планирования, помогали всем, чем можно, артиллерии, разведа информацией, вплоть до... Я читал материал про то, что... я, правда, наверное, не выписал, да, кто это автор, про то, что, значит, подрывная война партизан в Херсонской области, это тоже заслуга Штатов, потому что они с 14-го года готовили Украину к этому. Ну, то есть, сейчас идет... ну, то есть, на самом деле, хорошо осветили эту тему, то есть, с точки зрения, наверное, это... если бы, ну, если бы просто мы, получается, говорили неделю назад, ну, ладно, как бы не сразу все это началось, то я думаю, что это был бы, может быть, даже один из топовых материалов. А были ли у них вообще материалы, которые анализировали, вот, с точки зрения российского нарратива, потому что российский нарратив много анализировали, что он, типа, они дискредитируют это наступление, что они его... применшают его масштаб, применшают его эффективность, эффектность и так далее. Да, было пару материалов, в основном, вот, со стороны американских медиа, консервативных, и те, которые называют, типа, the American conservative, которые называют реалистскими, ну, то есть, те, где реалисты политически очень много пишут. Ну, где все эти Миршаймеры, вот эти прочие... Болт, Миршаймер, вот, они много... ну, прореспубликанские, они... ну, они, конечно, они не говорили, то есть, они... ну, не такое было, как в российских СМИ, понятное дело, но они более скептически к этому отнеслись, то есть, вот, например, ну, вот был... Хотя, честно говоря, вот в одной, вот, колонка Дэвида Игнатиуса была, это один из колумнистов, так правильно, New York Times, он вообще автор шпионских романов, но он журналист и много пишет, то есть, он не бывший чиновник, он не работал в американской системе, но он журналист и писатель, получается. И вот он написал так, контрнаступление Украины на юге, это больше, чем просто бравада, это название, и там он говорит о том, что... Бравада? Больше, чем просто бравада. И он говорит, то есть, первая часть посвящена тому, что, мол, Зеленский слишком высоко завышает планку ожиданий, но потом он говорит, что на самом деле все нормально, это важный сигнал решимости перед лицом Путина, и вообще, если Украине удастся отвоевать эти территории, это будет ключевое для перезапуска украинской экономики и снижения давления на Одессу. Ну, вот это его, как бы, такое мнение. Но, в целом, да, вот, то есть, скепсис, если ищите скепсис, это статьи вот на... American Conservative, потом издание Responsible State Craft, института Квинси, тоже они все... Они, в основном, их месседж сводится к тому, что не надо много чего ожидать, ситуация до конца года, скорее всего, фундаментально не изменится, и вообще штатам надо пересматривать свои приоритеты, возвращаясь к вот тому вот моменту по Тайваню и по всем этим историям, которые они обсуждают. Это, таких материалов очень много, вот, с той части американского политико-идеологического лагеря. То есть, это консерваторы, реалисты, они считают, что штаты слишком много внимания, ресурсов уделяют Украине, и, мол, слишком... и Байден слишком оптимистичен по поводу... То есть, они актуализируют вопросы переговоров, переговорные рамки. Да, то есть, все сводится к тому, что, мол, мы должны избегать ядерной войны. Если для этого надо говорить с Россией, надо говорить с Россией. И, ну, вот, был материал... Я сейчас даже на... Не, ну, в принципе, я думаю, тут максимально передведи. Ну, это вот один, второй есть... Я просто читал, это вот, чтобы просто не создавалось впечатление, что только такие материалы. Был неплохой, на самом деле. То есть, они не в ключе... Я просто не согласен, я знаю, что у нас критикуют такие материалы, но это не... оно не в параженческом ключе написано. Ну, не, есть такие, но в основном это все написано в стиле... Ну, в стиле политического реализма. То есть, мол, давайте договоримся с Россией на какое-то время. Как бы Украина для нас не приоритет номер один, поэтому, мол... Ну, это как Хомский сегодня, или когда там... Не сегодня, вчера был у этого Алекса, как там его забыл, на подкастах, и тоже там в таком же духе гнал, что русский... Путин достаточно силен, Россия достаточно сильна, поэтому нужно договариваться. То есть, это у них распространенная... Ну, Киссинджер, я бы больше привер вот пример Генри Киссинджера. То есть, он не говорит, что Россия мега крутая, но он... то есть, он намекает на то, что если... Ну, что, как бы, чтобы избежать какой-то более серьезной ситуации, мы можем позволить себе... Вот Штаты могут позволить себе где-то договориться. Чаще всего это все базируется на одном аргументе. Россию нельзя дать сделать вассалам Китая. Вот так. То есть, вот это ключевое, что, как бы, если мы будем продолжать... Надо продолжать ослаблять Россию, но надо где-то вот понимать, где остановиться. Вот примерно такой вот месседжер. Ну, то есть, в их понимании должен быть баланс, связанный с тем, чтобы Россия не переметнулась к Китаю, а лучше переметнулась к ним, либо оставалась хотя бы нейтральной, там, да, условно нейтральной, там. И тем самым это не создать ситуацию, когда будет два против одного, как это было в 70-е годы, когда Штаты договорились с Мао Цзадуном, а потом Дэн Сиопин продолжил эту линию, и получилось, что они, ну, играли против Советского Союза, Советский Союз в результате выбрасывал личные ресурсы на то, чтобы поддерживать безопасность на Дальнем Востоке, куда они там перебрасывали 40 дивизий, насколько я помню. И, ну, и, соответственно, это отвлекало огромные ресурсы, потому что это все нужно было обустроить, построить границу, соответствующую, как бы, там, да, со всей необходимой инфраструктурой, оружие, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И вот американцы, понимая, как они тогда сыграли против Советского Союза, потому что, кстати, у нас забывают, что помимо войны с Афганистаном, которая там, ну, была такой, как бы, пробоиной в борту Советского Союза, в 70-е годы такой проблемой был Китай, после 68-м, когда там, в 68-м, 69-м, это на Даманском этот конфликт был. Да, ну, они, короче говоря, после смерти, после смерти Сталина, Хрущев разосрался с Мао Цзэдуном, и вот в 60-е, особенно 70-е годы, была такая напряженность, вот, которая привела к тому, что Союзу действительно пришлось потратить огромные ресурсы на то, чтобы, ну, противодействовать Китаю. Потому что они хорошо помнили по войне в Корее, что Китай может, там, поднять полтора миллиона человек и бросить ее на ограниченный участок фронта, ну, и, соответственно, создать проблемы. Вот, поэтому в американской стратегической культуре очень хорошо, вот, есть это, как бы, понимание этого стратегического треугольника, тем более, что Киссинджер, который был его одним из ключевых архитекторов, он до сегодняшнего момента жив, и еще продолжает давать там советы и, ну, изображать, и не изображать активность. Это возвращает нас к теме, о которой я говорил, да, о том, что старшее поколение в Штатах все еще контролирует Штаты. Ну, это отображается во всех вот этих вот, как бы, мировоззрений. То есть они, и это нам нужно очень четко понимать, потому что это сразу нас выводит на понимание их политической культуры и культуры внешней, и традиции внешней политики. То, чего мы не понимаем. То есть мы считаем, что, ну, то есть мы не понимаем, что многие американские лидеры мыслят категориями прошлого века. Хорошо это или плохо, где-то хорошо, где-то нет. Но они мыслят, то есть многие из них до сих пор вот считают, вот они, да, они мыслят в таких категориях, и, ну, то есть, может быть, это поменяется со временем, но пока вот мы имеем дело именно с таким вот, с таким строительством. Ты знаешь, да, да, говори. Ну давай, ты пока говори, я вот эту цитату найду, слово Жижико, потому что она... Я себя ловлю на мысль, что это скорее похоже на игру на флангах во внутренней политике. То есть это отстройка исключительно для внутренней политики, для того, чтобы отбить вот эти фланги, уши, да, там, условно говоря. Вот как в Германии сейчас 40, по-моему, 5% считают, что правительство делает достаточно для помощи Украине, 25% считают, что мало, а 26% что много. Или там вот 26-25, как-то так меняется. И вот эти вот, те, кто много, мало, они одинаковые, а больший столбик это как раз те, кто считает, что достаточно. И вот Шольц работает, в принципе, на тех, кто считает, что достаточно. И получается, что если он будет делать больше, он от этого кусочка откусит. Если будет делать меньше, этот как бы куда-то потеряется. И вот единственный способ балансировать, это создать эти уши, кто считает, что, допустим, радикальные мнения, да, носители радикальных мнений. И они просто, по сути, работают на то, чтобы формировать вот такую фланговую историю внутри консервативной, да, допустим, публики, которая не дает им возможности переходить в какие-то другие столбики, да, в более радикальную поддержку, например, Украины. Или, например, к лояльным людям, которые считают, что, типа, ну, в принципе, это достаточно делается. Они, наоборот, делаются много. В этом слишком много. Нам надо наоборот. А какие аргументы для того, чтобы сказать, что делается много? У Бутина ядерное оружие, он все еще сильный. Наш приоритет Тайвань. Ну, как бы, оперировать совершенно другими историями, которые вызывают реакцию у примитивного наблюдателя, который сидит вот по верхам, по этим заголовочкам и так далее. Ну, по штатам ситуация осложняется тем, что, а, они реально не интересуются внешней политикой, и у них внутренняя политика в последнее время настолько обострилась, что нам, наверное, не надо пробиваться через их вот эти вещи. Ну, то есть, мы никогда не станем приоритетнее, чем вопрос вот памятника генералу Ли. Ну, серьезно. Вот по полной программе, то есть, во-вторых, они всегда мыслят глобальными категориями, то есть, для них там Китай, это да, это аргумент, и мы, я не думаю, что мы его перебьем. То есть, с моей точки зрения, нам достаточно было бы иметь сильную лоббистскую группу, просто в штатах политически активную, и все. То есть, даже это бы обеспечило, даже при недостаточном медийном внимании, это бы все равно обеспечило, ну, и чтобы, конечно, эта группа работала системно с институциями. Не так, как у нас работали, да, у нас там, наши лидеры, во-первых, работают чисто по пиару и работали, а, во-вторых, очень часто ситуативно там, ну, просто принималось решение там, то поддерживает то одного кандидата, то еще кого-то. И вот эти качели в итоге привели к тому, что у нас нет, то есть, у нас нет устойчивой государственной позиции, структуры внутри штатах, которая бы, ну, то есть, как у армян, например. То есть, я бы не сказал, что, например, тема Армении каждый день поднимается в американских СМИ просто, то нет, но у них есть лоббистские группы постоянно, которые, если надо, легко активизировать с ними, сотрудничать, и легко можно, как бы, они могут легко продвигать какую-то тему, потому что они знают, к кому зайти. Вот сейчас, например, в Штатах создается вот эта структура, придумали же название, ну, точнее, еще не придумали, название операции по Украине, да, они же, то есть, к чему вот это все? Назначение командующего по операции в Украине, это все по поводу того, чтобы как раз, кстати, ответить на критику тех, кто считает, что администрация Байдена непрозрачна и вообще как-то хаотично разбрасывается ресурсами, то есть, сделать более управляемые централизированные процессы, создав какую-то структуру, которая бы этим всем координировалась, и это сигнал о том, что они будут действовать против России в долгосрочном плане. Не обязательно, это, опять же, это не значит, что они будут давать нам все, что мы хотим теперь, это просто значит, что появился конкретный ответственный. И вот здесь вот сейчас в контексте очень хорошо бы Украине как раз начинать не бросать шапки в воздух, ура, все, теперь там дадут все, что угодно, ленд-лист, теперь еще и командующий свой, даже эпическое название придумает операции. Нет, теперь надо понять, что, о, вот это люди, с которыми надо создавать постоянную системную работу с ними, не надо об этом пиариться и кричать в соцсетях, просто надо вот-вот ответственные, которые будут определять, какую помощь, сколько вооружений, когда будут давать на долгосрочной основе. Ну, и при этом не нужно удивляться, что в ответ штаты будут закатывать, как бы, выкатывать свои требования, что мы не хотим, чтобы, там, вы неэкономно расходовали ресурсы, включая, там, боеприпасы те же самые, или чтобы, там, финансовая помощь направлялась на какие-то безумные проекты, потому что, когда я сегодня вот смотрел, как, там, в дорогопощечном лесничестве решили купить Тойоту Хайлендер, там, стоимостью, то ли, я сейчас не помню, 2,5 миллиона или 3 миллиона гривен, вот, и это просто какое-то сумасшествие сейчас, вот, по многим, в Миргороде такая же ситуация, они тупо покупают новые технику, ну, новые автомобили для своих нужд, вот, как будто можно подумать, это есть в бюджете, на это средство, пока, там, люди собирают на... Так и разорвывание гуманитарки. Да, то же самое, что в Запорожье было, поэтому, вот, как раз из этой оперы, американцы будут создавать и усиливать институции, которые будут контролировать вот эту помощь, потому что это касается налогоплательщиковых. Конечно. Да, и... Биллиарды долларов. Да, и, соответственно, тут наши товарищи, которые думают, что, вот, оттуда, вот, будет сыпаться... А мы тут будем бесконтрольно... Да, этого не будет, то есть, американские деньги, это абсолютно точно говорю, американские деньги будут сопровождаться американским контролем. Потому что на Байдена давят и избиратели, и скоро выборы, поэтому все это очень логично, но и, опять же, если мы идем по пути, а мы идем, мы выбрали такой путь, не с началом войны, а еще раньше, если мы идем по пути отдачи части вещей под внешнее управление, да, под чью-то ответственность, а мы сейчас зависим военные поставки, финансовые, по все это мы зависим от Запада. Ну, конечно, они будут выдвигать свои тренировки, и они имеют право, как бы, попросить, что они хотят, потому что, ну, это их деньги, это их ресурсы, что это их энергия. И, смотри, я еще раз вью тезис, вот, который ты говорил, там, по поводу неореалиста, вот этих всех, Мершаймера, там, и вот этих прочих товарищей, там, которые периодически выползают, там, из какой-то анары, там, и произносят вот эти вот, как бы, конструкции старого мира. У Жижика было очень интересное заявление, вот его вчера, он в философском журнале в Германии, я так понимаю, написал там и статью последнюю, и там было, в том числе, и касалась тема Украины, и Боумейсер Андрей, наш философ, у себя на странице, вот, дал разбор этой статьи, и там были такие очень интересные пассажи, он, например, Жижик пишет, что свободен тот, кто никогда не будет свободен, цитата, «Свобода является безумным пари поступать так, как если бы мы были свободны». Посмотрите на войну в Украине, большинство из нас просто ожидало, что украинцы будут просто повержены, конечно же, у нас было сочувствие, но мы думали, что Россия – это брутальная сила, которая разобьет Украину, а Украина безумным образом себя защитила, ее поведение в этом смысле было актом свободы. Мы знали, что Россия сильнее, но мы поступали так, как будто, возможно, чудо. И вот я вспомнил свою статью, которую он написал, по-моему, 23 или 24 марта, вот, где как раз этот вопрос свободы и поднимал, что человек, народ, государство, проявляется в пограничной ситуации, это я уже сам себя цитирую и дожился, как они себя ведут перед угрозой смерти, тем они и являются. В этом смысле Украина буквально является тем, что звучит в ее национальном гимне, «Душу и телу мы положим за нашу свободу», поют сатами. Украина яростно сражается. Скажу больше, сегодня Украина и есть Запад, Запад в его молодые годы, когда он говорил волевым языком, когда человек, буквально выбирая свободу, был готов дать жизнь, лишь бы не жить в рабстве. Рабом является тот, кто готов идти на моральные компромиссы со своим насильником. США и Европа превратились в хоспис, озабоченный температурой, в жилье и гарантированным пайком. А Путин пришел в этот хоспис ставить ядерную клизму. Для Путина не стоит вопрос, ставят ли ее или нет. Он все годы этим бредил, пока американские президенты пытались найти в его глазах душу. Теперь американцам и европейцам придется самим давать ответ на вопрос, есть ли у них душа, способны ли они на поступки, как свободные люди, могут ли они также быть такими же сильными людьми, как их предки, которые шли за своей мечтой, не боясь глядеть в лицо смерти. Сегодня Украина смотрит в лицо смерти, потому что к свадке с Путиным ее привела идея о Западе. Похоже, что Украина верит в эту идею больше, чем сам Запад. Если Украина погибнет в этой битве, то это и будет смерть Запада. И тогда украинцы будут последними свободными людьми на земле. Именно поэтому украинцы сегодня являются самой великой нацией в мире, нацией, которая с достоинством может адресовать самой себе слова великого Германа Гессе. Я считаю, что в принципе постановка вопроса вот именно в таком ключе по поводу свободы, по поводу, ну это то, что, кстати, наша дипломатия и наше государство не вносят в дискурс в Американском. Мы не участвуем в этом дискурсе. Да, мы не участвуем в этом дискурсе. Это глобальный диск, на самом деле. Это не касается только штатов, какого-то Мершаймера или еще кого-то. Конечно. На самом деле сейчас вещи, которые решаются на глобальном уровне, потому что идет столкновение как раз вот этого. Да, да. И это резко бы усилило наши позиции, потому что это апеллирует к базовым ценностям, которые есть в американском обществе, если мы говорим о нем. И то, что им понятно, потому что там куча экзальтированных людей, которые действительно мыслят этими ценностями, они для них значимы. И точно так же, как они борются с памятником Ли, если брать демократическую часть, то, соответственно, позиционирование Путина как человека и России, как социальной системы, которая буквально в смысле нацелена на то, чтобы уничтожить их систему. И ведь непонимание Хомским или Мершаймерам того, что Путин и россияне в буквальном смысле хотят их уничтожить, потому что они видят в этом свой смысл жизни. Для них это важно. Для них важно отомстить, реализовать рессентимент, хотя это не связано тоже с придуманной угрозой, потому что Штаты, я думаю, что по большому счету после Второй мировой войны, Штаты не ставили для себя задачу взять и тут же начинать уничтожать Советский Союз. И сейчас не ставят. И сейчас не ставят. Вот, кстати, к этому же, да, то есть, вот я нашел, была интересная статья, ну, у меня она показала, я ее прочитал, мне интересно была, «Другая Россия», как она называется, «Другая Россия, возможно», Дмитрий Альпирович, я думаю, я правильно говорю, и Сергей Радченко, оба живут в Штатах, пишут, это, кстати, журнал «Foreign Affairs», достаточно авторитетный. Достаточно, наверное, самый авторитетный, который посвящен государственной политике. Ну, то есть, поэтому я эту статью цитирую, то есть, это неправда, хотя я про авторов первый раз слышу, то есть, но, значит, что они, они предлагают модель другой России. Я не уверен, насколько они отражают настроение некоторых в эстаблишменте американском, но тем не менее. То есть, они предупреждают, что стратегия сдерживания России должна быть осторожной, да, что, как бы, да, надо сдерживать, надо воевать с ней, там, на территории Украины. Но они считают, что повторять стратегию холодной войны, как бы, нельзя, потому что, потому что Россия, потому что риск ядерного столкновения выше, и вот то, о чем ты говоришь, Россия хуже Советского Союза в том плане, что она менее рациональна, вот из-за вот этого. То есть, из-за того, что у России, как бы, здесь речь идет о ресентименте, абсолютно... О борьбе с еретиками, как на днях, вот у них проявилось это в дискурсе. И о невозможности потерять лицо. То есть, они, как бы, признают, что Путин настолько может бояться, вот, проиграть, что он может применить, он может реально применить ядерное оружие. И, с другой стороны, они также, ну, мягко критикуют и Запад, в том плане, что, мол, надо не слишком сильно усердствовать в этом всем, вот, тоже, как бы, они считают, что НАТО не должно, там, сильно бросаться куда-то, там, вперед и пытаться все-таки где-то балансировать. Опять, и здесь опять появляется вот этот месседж, который я везде вижу, просто красная линия проходит через практически, через многие публикации, что у демократов, что у республиканцев, точнее, ну, я имею в виду в СМИ, что, вот, они пишут, России надо донести, что они станут вассалом Китая, и это им невыгодно. Ну, да, смотри, это абсолютно простая идея, которая витала в воздухе с самого начала, в принципе, да, но, как бы, каким образом этот месседж можно индустрировать? Как донести, вот это меня интересует, меня интересует, России надо донести. Посмотреть в глаза Путину, как донести. Не, не, это россиянам, это же не про Путина, это про массы. Чем эта статья отличается от других подобных, что тут, как бы, признается, что, вот, глупо ожидать дружбы с Российской Федерацией или ее интеграции с Западом. Вообще, США надо будет принять, что у Российской Федерации другие взгляды на долгосрочные интересы и на человеческие ценности. Нужна другая Россия со сбалансированной многовекторной внешней политикой, которая стоит между Западом и КНР. Короче, что-то невозможно. Не интегрированная в Запад, но самостоятельная, но при этом не имеющая претензий к соседям. То есть, я не... То есть, не существующая, как бы, планету они берут. Это попытка, да, это попытка, как бы, занять срединную позицию между теми, кто говорит, надо просто развалить Россию. Это вот та же самая история про фланг. Они развивают какой-то фланг, они напитывают, они там провели исследование, знаешь, там есть 1% людей, которые реагируют, о, да, значит, можно развить. То есть, не совсем это идиотская идея. То есть, принимают какие-то формы поддержки, да, о, хорошо. И этот процент мы сможем использовать. Да, и вот дальше. То есть, они считают, что деоккупацию территории Украины займет время и вряд ли произойдет в ближайшее время. Россия будет тратить на войну и армию больше, становиться беднее и зависимой, соответственно, от Китая и Азии. То есть, логика такая. Ну, я здесь согласен, в общем-то. И США должны... То есть, как бы, интересно, вот какая модель. То есть, и это, кстати, вот, я поэтому сделал очень много выводов, которые, в принципе, подтвердили то, о чем мы много говорили. Ну, США должны продолжать помогать Украине, но в долгосрочной перспективе необходимо избегать прямого столкновения с Россией в Украине, не допустить полнейшей дестабилизации РФ при этом, потому что она не нужна Китаю же, и предложить альтернативный вариант России, предложить альтернативный вариант, вариант альтернативный полному подчинению Китая. Но они не говорят, какой. И о чем это свидетельствует? Ну, о том, о чем я уже говорил, и все уже говорили, и, в общем-то, в Штатах это не секрет, что в американском политическом истеблишменте нету понимания endgame, то есть, что реально делать с Россией. То есть, очень много месседжей звучит, вот, ну, вот, я, например, согласен, идейно я согласен, возможно, это, то есть, Россия, как бы, я понимаю, что с точки зрения идеальных интересов США, это чтобы Россия осталась, она не разваливалась, и этот весь ядерный запас никуда не растаскивали, но при этом, и при этом она не зависит критически от Китая, не интегрирована в Запад, потому что она там никому не нужна, и, конечно же, она ведет себя адекватно. Но это, как бы, утопия, и я ее понимаю, но никто не понимает, то есть, никто не знает, как этого достичь. Но, с другой стороны, это напоминает ровно все то, что было в 91-м году, когда, помнишь, Буш-старший приезжал тут и про котлету по-киевски там рассказывал, это же повторение, потому что они тогда тоже боялись распада Советского Союза, и украинскую элиту, и, ну, и белорусскую, короче говоря, элиты Советских Республик, тогдашних, убалтывали на предмет того, чтобы они не разбегались, и Советский Союз не разваливался, потому что это, ну, было для них непонятно, они этого боялись, и сделали все для того, чтобы сохранить контроль над ядерным оружием. Кстати, это было одним из условий, что Украина, получая суверенитет, она сдаст обязательно ядерное оружие. Это то, что многие наши зрители там, и украинцы не понимают, когда говорят о том, что Украина там могла не отдать ядерное оружие. Нет, дорогие мои. В октябре 1991 года, это есть все в библиотеке Конгресса, эти переговоры между Горбачевым, Ельцином, Кравчуком, значит, кто там еще, Назарбаевым, по-моему, с Жоржем Бушем, где вот это выложено, есть стенограмма этих переговоров, где американцы очень жестко прессовали наши элиты, я имею в виду украинские, чтобы мы дали гарантию, что мы отдаем это ядерное оружие. Как только разваливается, оформляется развод Советского Союза, и поэтому, когда был референдум 1 декабря, и Украина просто делала независимость, то есть, Штаты были в числе первых, кто признал независимость, потому что Украина уже дала эти гарантии. Ну, а так бы иначе, получается, для Штатов был бы риск, что возникнет куча, условно, Советских Союзов, с кучей ядерного оружия, которые надо со всеми договариваться, как с одним. Поэтому лучше с одним, чем с кучей. Ну, и надо понимать, они же тогда были тоже в новой ситуации, они не знали, что с этим делать. То есть, для Штатов тоже было непонятно, ну, для них же тоже была новость, развал Советского Союза, вообще вся эта история. Поэтому мы должны, как бы, формировать свою построссийскую повестку и объяснять, ну, как с этой повесткой работать. В том числе, я считаю, что мы тоже можем участвовать в разговоре о том, какая будет, что такое другая Россия. Да. Почему нет, собственно. Конечно. Формулировать это тоже... И для россиян, во-первых, нормально участвовать, без сумасшедших там каких-то тоже закидонов. То есть, понятное дело, это не, ну, именно как в дискуссии. Но мы, я же говорю, мы это, вот это еще один, получается, мы вот уже несколько, по сути, таких дискуссий, как бы, обозначили, в которых мы пока отсутствуем. Смотри, еще я хотел добавить по поводу китайского направления. Мы, кстати, давно говорим про Тараса Загороднева, но никак его не позовем. Думаю, на следующий неделю. Да, у меня он в эфире как раз вот эту историю отстаивает, что, по сути, Штаты с Китаем, проводят именно сейчас такую политику, что они показывают Китаю, что типа Россию забирайте. Вот забирайте. И поэтому я думаю, что вот это вот мнение, что типа мы не должны допустить, чтобы Россия стала вассалом Китая, оно как раз высказывается против реальной политики Штатов сейчас. Ну, если она реальная, я не знаю. Ну, вот Тарас у него целый набор прямо аргументов, мне надо пересмотреть сейчас, наверное, с ним эфир, чтобы вспомнить, что все. Ну, я знаю, это одна из... Ну, я не уверен, то есть я не могу подтвердить, что это вот факт. Вот они проводят такую политику. То, что они не особо пытаются... Да, администрация Байдена не пытается удержать. Потому что если бы вот все, что я сейчас зачитываю, то, что в СМИ часть, как бы авторов озвучивает, оно реализовывалось, ну, Штаты бы уже давно договаривались с Россией, потому что они бы боялись, чтобы она не стала зависимой от Китая, но они пока этого не делают. То есть, да, но это, мне кажется, связано скорее не с тем, что, ну, по-моему мнению, не с тем, что Байден решил себе в какой-то день, типа, что, да ладно, пусть Россия будет с Китаем. Мне кажется, они просто не знают, что с ней делать. А я думаю, ты знаешь, когда мы говорим о том, что мы должны как-то актуализировать в Россию страх о том, что они будут вассалами Китая, что их продадут Китаю, как бы и так далее, что для них это невыгодно, то наилучший способ это сделать, это проводить реальную политику, направленную на то, чтобы продемонстрировать им все признаки того, что их судьба решена в этом как раз направлении, потому что что-то другое их реально испугать не в состоянии. Ну, знаешь, я сегодня в разговоре с Тиграном, мы с ним общались, и я сформулировал, ну, вот вообще, модель Россия, она же очень, на самом деле, очень простая. То есть, у нее все направлено на экспансию, которая объясняется жителям как благо, потому что пока они живут в, ну, вот в этой всей нищете, там, с проблемами, как бы, с коррупцией, там, и прочее, то экспансия оправдывает все, она дает вот этот пафос, там, и так далее. И вот если нет экспансии, то наступает пиздец, как бы, у них или экспансия, или пиздец. Вот, то есть, вот это 1613 год, там, 1917 год, 1991 год, и вся политика России вращается вот вокруг этого. То есть, если не экспансия, то значит нам жопа, а жопа это очень страшно, поэтому нужна экспансия, для того, чтобы, ну, как бы, избежать вот этого вот... Уменьшить негативные последствия. Уменьшить? Да, да, да. И, и, и у них эта матрица, вот она, я не знаю, как они из нее вырвутся, потому что вот это, 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 это... То есть невозможно. Да. Как ты из этого вырвешься? Только, только полное обрушение. Смотри, я помню, в начале, в 2014 году был видеоролик, очень крутая графика, они это распространяли, я его потом не мог найти. Если кто-то смотрит и может его найти где-то в недрах, но там была такая позиция, что типа, вот какой-то мультяшный такой прям анализ, карта показывает, за сколько сил там, НАТО страшная, как бы, и говорится прямо, что типа Путин вот прям должен начать эту войну, и, ну, мы вынуждены, чтобы в ней погиб миллион, чтобы не привести к войне, в которой погибнет 100 миллионов. Типа коллективно спастись. Да, вот что-то такая, такая рамка, что типа, ну, вот мы вынуждены начать такую войну. И, ну, это бред, но тем не менее, он же у них работает. Но это все результат ресентимента. Ресентимента от того, что считается поражением, ну, и травмой, соответственно. Ну, это же, и это повторяется каждый раз. Но мне это лечится только качественными политическими лидерами. Которые просто, не, ну, только так, то есть волевым человеком, который решит, что нет, надо не развивать ресентимент, пытаться все-таки ну, идти другим путем. Устроить процветающее государство. Путина должен увлечь там благоустройством, там, увеличением рабочих мест. У Путина этого не получилось. Хотя... Не собрался вроде, как бы, это делать. Ну, не знаю, мне кажется, что он в ранние годы, он был западником, и мне кажется, что он всегда был имперцем, это факт, но... Смотри, тогда у них не было денег. Реально. У них были проблемы, большие проблемы, с деньгами. 98-й год дефолт вообще, да? 99-й Путин пришел, насколько я помню, да? То есть, денег не было, он вынужден был быть, мимикрировать под западника, он говорил все хорошие слова. Он мог, скажем так, но это был путь, это был один из вариантов, то есть, если бы он захотел, он мог бы... Он же уже делал теракты, он уже шел другим путем. Нет, он шел другим путем по внутренним темам своим, то есть, во внешней политике реально слом произошел вот где-то в середине 2000-х, когда он понял, что в запад его не берут, ну, как он считал для себя. Хотя запад тоже посылал сигналы, сигналы странные и разные, единства по этому поводу вообще не было никогда. И Путин для себя решил в какой-то момент, что в запад Россию не берут, и Россия не должна идти в запад, и вообще они должны быть чем-то другим. И потом вот началась вот эта вся вот эта вот токсичная история про ресентимент, потому что великая победа, и вообще, что 90-е были унижением, и, ну, а как по-другому? Там других вариантов не было. То есть, либо так, чтобы удержать контроль, тем более в такой стране, и чтобы, как бы, а контроль над массами удерживаться, удерживаться какой-то красивой истории, придумана история, взяты, опять же, известные мифы, политические, исторические мифы, на которых выстроена вот эта вот абсолютно токсичная тема, которая, которая должна была привести к вот этому вырождению, в вот такую вот уже агрессивную, конкретно, идеологию, которая сейчас руководит Россией. То есть, опять же, это все на ответственности тех, кто руководил Россией. У них был другой вариант, они просто от него в какой-то момент отказались в пользу варианта, который им показался лучше, проще, я не знаю. Вот и все. Поэтому, и это лечится просто тем, что, может быть, следующий лидер будет умнее, или нет, или мы опять зайдем на какой-то другой цикл, пока, я не знаю, пока они не... Другой цикл однозначно должен быть, где вообще это должно развалиться сначала, да, потом что-то у этого, как бы, пространства тоже вам появится, какой-то лидерский регион, типа Московия, или Петербург, не знаю. Или опять будет то же самое. Германия два раза проходила одно и то же. Я думаю, что мир же уже вроде как умнее должно стать. Нет, но я к тому, что Германия дважды проходила одно и то же, прежде чем, как бы, они как-то вот, вот, после Второй мировой попытали, и они изменились практически полностью, вот хотя до сих пор же есть свои, как бы, проблемы, но тем не менее. поэтому... Прежде чем перейдем к следующей теме, или у тебя, или у тебя, это закончится. Последнее по колонкам. Это моя любимая часть колонки, из авторских колонок. Сейчас подожди, я просто призываю полайкать, потому что у нас уже все больше и больше зрителей смотрят, поэтому полайкайте наш эфир для того, чтобы мы поднялись дальше. Кстати, мы разобьем, там говорили относительно того, чтобы подобный формат сделать по поводу России. Я задумался о том, что мы можем сделать, потому что завтра, допустим, у нас будет исполнительный директор Украинского института будущего Денисенко, и он как раз по России будет проходиться, потому что институт будущего делает... На каждую неделю аналитические дайджесты. Да, каждую неделю делает аналитические дайджесты по России, и это как раз, я думаю, что... Завтра будет свежий, так что если он будет опубликован до интервью, можете как раз это обсудить, потому что мы как раз завтра выдадим новый дайджест. Вот, так я просто думаю, что мы как раз по России сделаем, это постоянная рубрика, и у нас просто есть инструменты, который постоянно работает, и даже не нужно ничего придумывать, нужно будет просто ввести это в оборот. И тут пишут про арестующие Датюка, они тоже завтра будут у нас в вечернем эфире, поэтому завтра включайтесь вечером, и вы получите сладенькую конфетку, которую вы хотите. Насыщенный завтра будет. Да, и подписывайтесь на Patreon, на спонсорство, те, кто могут. Я вставил Ильи Кусы Patreon, я думаю, его тоже нужно поддержать. Да, был рад. Да, и, короче говоря, давай, поехали дальше. По авторским колонкам. У нас задавали вопрос, как много Украина занимает место в повестке. Ну вот, если брать авторские колонки, ну вот, из десяти одна была про Украину, ну, считай, 10%. Вот это мы и занимаем в авторских колонках. Остальные касались тем, ну вот Washington Post, одна колонка была авторская, про то, как США теряют престиж репутацию, как все переживают за это и что же делать. Правда, там странный вывод, что для того, чтобы что-то сделать, надо сначала привлечь к ответственности Трампа. Ну, писали в Washington Post, я же чуть-чуть. Понятно. Потом еще один был, была авторская колонка тоже, с экспертом из центра Уудро Уилсона, Уильям Дроздяк, да, я думаю так, французы снова преподали нам урок, как не бороться с терроризмом. И там про то, как Франция же недавно ушла из Мали, из Африки, после многолетней военной кампании, которая ничего не дала результатов. И как бы месседж такой, что вот военные кампании, вот эти все, они показывают, что сами по себе, они вообще бесполезны. Ну, и проводится параллель с уходом из Штатов, из Афганистана, что это была все-таки правильная идея. Вот Франция тоже уходит из Африки, потому что они не смогли реализовать, ну, вообще, как бы особо ничего они не сделали. И их присутствие тоже в Мали было токсичным в какой-то момент. Другие колонки, вот одна была про иранскую ядерную программу, аж одна про то, что, ну, она была критическая о том, что европейцы ошибаются и нельзя давать Ирану так много поблажек, в подписании ядерной сделки. Была вот одна колонка, которая касалась Украины. Она, правда, была написана бывшим соратником Ельцина Александром Тимерко о том, что надо срочно победить Россию в Херсоне и Запорожье до октября. И нельзя договариваться. Никаких мерных договоров. Ну, такая вот, как это, ястребиная статья, вот о том, что вот, да, надо. Да, да, вот, ну, интересно, как бы, то, что... Ну, остальные касались внутренней политики, как я уже говорил. То есть, была статья про газовый закон в Калифорнии, они там запретили до 35-го, 5-го года должен быть введен бан на покупку автомобилей, которые работают на газу. Была колонка от психолога про то, что в Штатах очень серьезная проблема с суицидами, растет количество тех, кто совершает самоубийство, что с этим делать. Была колонка о культурной стагнации, так называемой, в Штатах. И одна про то, почему американцам перестал нравиться доктор Энтони Фаучи. Энтони Фаучи, это доктор, врач, который отвечал за ковид во время пандемии в Штатах, поэтому стал известен. То есть, и сейчас его уже не очень так нравится людям. Ну, это, ну, короче, кому интересно любая из этих тем, я могу скинуть ссылку, потому что это все у меня тут есть. Вдруг кто-то заботился, я не знаю, просто... Вот, ну, то есть, мы занимаем, вот у нас одна, один материал был написан из тех, которые я увидел. Я не... Я не претендую на то, что я читал все, что там есть, поэтому, извините, если я где-то что-то пропустил. Но это вот, в принципе, все. Интересный... Да, ты говори. Знаешь, какой интересный вывод я из этого всего сделал? Ни одна колонка, ни один материал, который я читал, не был написан из Украины. Ну, то есть... Надо писать колонку. Возникает вопрос, чья вина? То, что мы не присутствуем в... При том, что есть все формальные, неформальные, ну, как бы... Я уверен, что каким-то образом добраться до этих СМИ можно. Давайте попробуем. Это же экспериментально. Не, мы-то... Я говорю вот именно, то есть, с точки зрения очень мало материалов, которые пишут наши государственные деятели. Не, пишут иногда, но редко. Обычно это, опять же, это в пиар-логике. Ну, да, да. Которую я считаю абсолютно... Я понимаю пиар. То есть, иногда это нужно, иногда, чтобы подсветить какие-то темы, это как часть информационной компании. Но когда это только из-за этого пишутся в авторитетных изданиях... Опять же, почему мы не участвуем в... Из-за этого мы не участвуем в дискуссиях. Потому что мы в авторитетные издания, типа Foreign Affairs, мы там Кулеба или Зеленский или Ермак, или кто-то от имени государства иногда пишут, но вот в логике, что надо просто вот подсветить, что мы есть. Давай напишем статью вот по... Вот в той логике, в которой мы говорили. Наберемся наглости. Нет, я не против. Ну, я просто серьезно говорю. Я тоже серьезно, абсолютно можно написать. Foreign Affairs или вот что-то такое в National Intelligence или в New York Times. Ну, короче говоря, давай подумаем по темам и напишем колонку. Это очень правильная идея, я не знаю. И этот, это во-первых. Во-вторых, мне, знаете, еще какая идея пришла? Я вот пока читал комментарии, что смотрите, когда мы делаем вот эти вот... Поготовимся к этим обзорам, то если вы нашли какую-то интересную статью в американской, в европейской прессе, я не знаю, в какой угодно прессе, то кидайте мне в личку на Фейсбуке или курсы на Фейсбуке кидайте. Или на инфособачкахвыля.нет мне кидайте на почту Хвыля. И мы будем это просто все подхватывать и, ну, соответственно, смотреть, потому что мы действительно не все можем уследить и с учетом там графика и вообще сумасшедшего там по жизни, но это будет, это будет, это ваша функция. Вот я каких подписчиков люблю? Я люблю подписчиков полезных, которые лайкают, которые пишут осмысленные, хорошие комментарии, которые приносят полезную информацию, которая позволяет нам развиваться, дают конструктивную критику и являются нашими спонсорами. Вот пять критериев полезности подписчиков, да? Вот. А остальные, которые не попадают под эти критерии, пусть лучше молчат и ничего не пишут, потому что, ну, мы не успеваем за всеми следить. Да? Да. Вы поддерживаете всех нас на Патреонах, потому что так мы будем развивать больше наших возможностей и будем больше обращать внимание на всякие разные хорошие комментарии. Да, поэтому завтра вечером включайтесь, здесь будет, как я уже сказал, Денисенко, может, даже и Амелин будет. У нас, кстати, ладно, я потом тебя спрошу, что у нас там по графику еще, может, какое-то окно есть. И этот, короче говоря, завтра вечером включайтесь, я думаю, у нас будет интереснейший, традиционно пятничный эфир. Вот. Вам мирного неба, хорошего настроения, вы там держитесь, счастья, здоровья, как говорил, классик. Пока еще, к сожалению, живой. Всего хорошего. Пока. Пока-пока.